Ровно два года назад, 16 мая 2014-го, на полуострове появилось главное следственное управление следкома России по Крыму. Структура создавалась с нуля, ее аналогов на Украине не было. В распоряжении специалистов, командированных в республику с материка, оказалась новейшая техника. С ее помощью они уже раскрыли сотни преступлений, в том числе десятилетней давности. С достижениями молодой службы и ее техническим оснащением ознакомилась Татьяна Ханкота. Когда два года назад федеральным правоохранительным органам поручили создать подразделение на полуострове, более сотни специалистов со всей России прибыло сюда. Приступать к работе надо было сразу. Аналогов такого правоохранительного органа Украины не имели. Естественно, пришлось начинать все с нуля. То есть фактически люди приехали со своей техникой, никакой нормативной базы не было, пришлось ее разрабатывать. Сейчас в штате управления 300 специалистов. Для расследования тяжких и особо тяжких преступлений у них есть все необходимое. Раньше следователям приходилось часами прочесывать местность, чтобы обнаружить человека в горах. Беспилотник время и потраченные усилия сократил в разы. В распоряжении крымчан оказались также аэрозоли и экспресс-тесты для поиска отпечатков пальцев и других следов на бумаге в том числе. Это далеко не все. Следы биологического происхождения так просто не увидишь. Следователь надевает специальные очки, включает источник криминалистического света, и все тайное становится явным. В Крымском следкоме проводят и фоноскопические экспертизы, которые помогают установить личность говорящего в телефонной записи, выявить признаки монтажа. Данная методика лучшая в мире. А это детектор лжи или полиграф по-научному. Специалист надевает на опрашиваемого датчики, которые будут фиксировать физиологические реакции организма на вопросы. К примеру, учащение сердцебиения. Ложный ответ моментально отобразится на графике. Смотрите прямо перед собой, вперед, не шевелимся, отвечаем только «да» или «нет». Процедура длится от двух до шести часов в зависимости от количества вопросов. Поэтому следователи стараются подготовить список только из самых важных. Конечно, в следкоме много и бумажной работы. Нередко по одному делу приходит столько документов, что коробками доверху заполнена вся эта комната. Следственный комитет Крыма уже ничем не отличается от подразделений в других регионах России. Ни по оснащению, ни по показателям раскрываемости. Многие потерпевшие были даже удивлены, что как это так, вот вроде 10 лет прошло, и надежды не было, справедливость восторжествовала. Многие преступники были тоже удивлены, как это так, вот вроде следы замели, все хорошо, а здесь, оказывается, нужно отвечать. То есть работа идет. В прошлом году крымские следователи раскрыли порядка ста преступлений, в этом уже более 20. В том числе дело симферопольского стрелка, расстрелявшего врачей скорой помощи. Поимка членов банды Башмаки, которая орудовала в Крыму еще в 90-х. А также крушение объездной дороги под Симферополем. Татьяна Ханкота, Иван Ковалев. Время новостей.